Всем привет! Вы смотрите Дионикс Ченнел. Если честно, я немножко не верю в то, что я записываю это видео, но вопросы есть, и я думаю, что на них нужно ответить, дабы, ну не знаю, ну вы подписчики, вы подписались, вы ждете от меня какой-то помощи, собственно я эту помощь вам предоставлю. Пусть даже вопросы банальные, пусть даже все это элементарно, но тем не менее. И да, я пишу это с третьего дубля. В общем, спрашиваю часто, как попасть на стримы, что такое стримы, где видео, на канале сейчас выходит очень мало видео, как вы заметили. Объясняю, во-первых, что такое стримы. Стрим это прямой эфир, это трансляция в прямом эфире того, как я играю в Майнкрафт, The Binding of Isaac, возможно еще что-то, возможно как мы фанимся, в общем любой игры, которую я захочу. Или вы захотите. Иногда даже принимаются, иногда даже меня просят, пойдем поиграем там в Айзека, мы идем играть в Айзека. Это, в общем, думаю понятно, стрим это прямая трансляция. Как же попасть на стрим и почему видео нет? Давайте сначала скажу, почему видео нет. Ну, здесь тоже можно ответить очень коротко, очень коротенечко. Дело в том, что сейчас в Майнкрафте я очень много копаю, занимаюсь такой вот нудной работой, что-то там перестраиваю. Например, два стрима подряд, примерно часов 10 я угробил на то, чтобы переделать крепость под спавнер. Ну как, улучшить эффективное, увеличить место для спавна визра скелетов, чтобы потом собирать их черепа, чтобы они больше спавнились, чтобы собирать черепа, чтобы фармить визра, установить маяк и радоваться жизни. Ну, сами понимаете, 10 часов смотреть, как я ковыряюсь в крепости в аду, вам это вообще не круто. До этого стрима были, я тоже какой-то такой вот штукой занимался, не очень интересной, но в принципе нужной. То есть я не мог просто сказать, да пошли вы к черту, я не буду сегодня стримить, я поковыряюсь как бы так. Все равно люди хотят общаться, люди хотят смотреть, некоторые приходят просто поговорить, кому-то даже так интересно, многие даже не смотрят, просто слушают, общаются в чате. В чате много людей, можно не только со мной общаться, но и с другими зрителями, подписчиками на абсолютно разные темы. Так, это то, почему меня немножко занесло, ну, бывает. Это то, почему нет видео, то есть просто стримы не очень, ну, не очень интересные с точки зрения просмотра в записи. Да, вы не будете 10 часов смотреть, как я ковыряюсь в этой крепости. Я выкладываю отчеты по мере их, по мере появления каких-то более-менее завершенных этапов постройки. Итак, как же попасть на стрим? Я хотел записать отдельное видео, но оно у меня сильно затянулось, не отрендерилось и вообще. Во-первых, можно следить за анонсами на YouTube. Загружаю примерно за 10-15 минут до непосредственного начала стрима небольшое видео, анонс, где-то идет на секунду 13. То есть маленький ролик, в нем написано время, дата и название игры, которое будет на этом стриме. Чаще всего, если игра будет, например, не одна, если я буду стримить Майнкрафт, а потом Айзека, то сначала указан Майнкрафт, потом Айзек. И советую читать описание, иногда я это пишу там. То есть в название иногда это не впихнешь, поэтому читайте описание таких анонсов, там все есть. Но если не написано, что Айзека не будет, ну скорее всего, если написано только Майнкрафт, например, скорее всего не будет второй игры, но не факт. То есть вы можете, конечно, прийти и спросить. Нет, не обращайте внимания, если я немножко... Я могу быть грубым в эти моменты, но я правда никого не хочу обидеть, не обращайте внимания на это. Я обычно посылаю читать описание стрима, но в общем, ну не обращайте просто на это внимания. Я действительно никого не хочу обидеть. Вот. Так вот, анонс. В этом анонсе все написано. Если указано, что стрим уже в эфире, значит нужно переходить по ссылке в описании видео и уже можно будет смотреть стрим. Плюс-минус 5-10 минут, потому что когда я стрим запускаю, где-то минут 10 мы ждем зрителей, пока все соберутся, пока у всех все опубликуется и потом только начинаем. Ну, в любом случае, если написано уже в эфире, значит надо переходить на Twitch и, собственно, либо смотреть, либо ждать начала. Также можно следить в группе ВКонтакте. Одновременно с YouTube, ВКонтакте я постю публикую. Постю, постю, публикую, да. Такую же превьюшку, тоже там есть название, там есть время, дата, ссылка, все есть. То есть, если вы в группе это увидели, то сразу переходите, смотрите. Иногда я пишу, делаю анонс заранее. Тогда там написано не уже в эфире, а дата и время точное. По Москве. Соответственно, надо подойти в это время. Также анонс стрима есть в Твиттере. Если вы хотите, если вы любите Твиттер, да, если вы там следите за какими-то микроблогами, там, или блогами, не уверен, что в Твиттере вообще такое. В общем, если вы пользуетесь Твиттером, хотите следить там, можно подписаться на Твиттер. Можно меня зафоловить и там за этим следить. Но там появляется анонс только тогда, когда я непосредственно запускаю стрим. То есть, когда я нажал кнопку запустить стрим, в Твиттер автоматически постится сообщение о том, что вот такой-то, такой-то стрим начался. Тогда тоже надо переходить. Ну, там и ссылка, соответственно, все есть. Надо переходить и смотреть. И есть еще два плагина. Это плагин Dionix Channel и плагин Better Twitch TV. Better Twitch TV, это плагин не совсем для анонсов. Он, как бы, это не мой плагин. Он больше для чата, он там меняет дизайн Твитча. Ну, в общем, если вы хотите смотреть стримы, я все равно рекомендую его поставить. Он очень удобный. Ну, и плюс оповещения идут на сайте, когда вы непосредственно на сайте находитесь. Когда вы находитесь на Твиче. И плагин Dionix Channel или Dionix Channel Stream. Это создан он на специальном сайте. Устанавливается он в большинство браузеров. Такая, в правом верхнем, рядом с адресной строкой появляется маленький значок. И когда стрим начинается, у вас всплывает небольшое уведомление о том, что стрим начался. Даже если у вас браузер свернут. О том, что стрим начался, надо идти смотреть. Как бы, это тоже после запуска. Но, как бы, не надо больше никуда заходить. Вы можете просто держать браузер открытым. И уведомление у вас автоматически всплывет. Там даже можно через это приложение, через этот плагин посмотреть его. Стрим, да. Ну, не очень удобно. Но, в принципе, можно при желании. Если прям, ну вот, там, или возможности нет зайти на сайт, можно вот через него плеер там посмотреть. Ссылку на Twitter, группу ВКонтакте. Ну, на YouTube ссылку вам не надо, потому что вы и так это на YouTube смотрите. И на эти два плагина можно будет найти в описании вот этого видео, которое вы сейчас смотрите. Также есть ссылка на группу и на Twitch. И на Twitch, кстати, тоже в описании. Там вообще все ссылки есть. Посмотрите. Также можно найти в сведениях о канале, либо перейти в группу ВКонтакте. И там в обсуждениях все это есть. Там есть гайд по установке Better Twitch TV. Там есть обсуждение под названием ссылки. Там все есть. И какие-то другие гайдики там тоже имеются. А, например, платная подписка. Ну, это уже сами почитайте, если вам будет интересно. Ну, есть такая платная подписка на Twitch. Абсолютно необязательная. Ну, ладно. В общем, вам будет интересно. Сами найдете, сами посмотрите, прочитаете или спросите. Не буду вас этим загружать. На этом, наверное, все. Потому что я больше ничего не могу вспомнить. Что вам еще нужно сказать. В общем, если у вас остались вопросы по поводу стримов, по поводу Twitch. Пишите их в комментариях к этому видео. Я их обязательно прочитаю. Не забудьте в Google Plus снять галочку, чтобы я мог отвечать на ваше сообщение. Иначе я просто этого сделать не смогу. Там оно, по умолчанию, отключено. Ну, в общем, проверьте, отключена у вас эта функция или нет. Чтобы вам могли отвечать все. Обязательно. И тогда я вам точно отвечу. На ваш вопрос. Интересующий вас конкретно вот. В общем, надеюсь, что это видео было вам полезным. Надеюсь, что посещаемый стримов вырастет. Обязательно приходите. Там Айзек, Майнкрафт. Строим много, общаемся, веселимся. Музыка, Дени Броновский. Фа-фа-фа. Веселье. В общем, да. Все. Всем спасибо. Подписывайтесь. Ставьте пальцы вверх. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok